Тарь ЦК КПСС Константин Устинович Черненко Дорогие товарищи, в сердцах советских людей глупо и скорбью отозвалась кончина Юрия Владимировича Андропова. Ушел из жизни славный сын коммунистической партии, выдающийся политический деятель, человек широкой души и большого сердца. До самого последнего дня Юрий Владимирович отдавал все свои силы делу партии и народу. Яркую, до предела наполненную жизнь прожил Юрий Владимирович. Комсомольский вожак, руководитель партизанского движения, дипломат и партийный работник. Всюду, куда его направляла партия, работал он вдохновенно и самоотверженно. Его замечательные качества коммунист-ленинца, преданность коммунистическим диалогам, неизгибаемая воля, скромность и деловитость, забота о человеке труда. Все это снискало ему огромный авторитет в партии и в народе. Руководитель ленинского типа Юрий Владимирович Андропов обладал даром глубокого проникновения в сущность происходящих событий, умеем осмыслить их, сделать четкие, ясные выводы, сплотить людей и повести их за собой. Испытанный деятель партии Юрий Владимирович Андропов вносил большой вклад в работу ее коллективного руководства, ядра Центрального комитета и Политбюро ЦК. На высоком посту Генерального секретаря ЦК КПСС особенно полно и ярко проявился его организаторский талант, обширные знания и богатейшие жизненные опыты. В этот период усилия партии и народа были направлены на поиск новых путей совершенственного развитого социализма, при умножении экономического могущества страны, повышении жизненного уровня трудящих сил, укреплении трудовой дисциплины, организованности и ответственности на всех участках работы. Коллективно выработанные ЦК КПСС решения встретили полную поддержку в партии и в народе, принесли немалые позитивные перемены. Огромная заслуга здесь принадлежит Юрию Владимировичу Андропову. Товарищи, в эти скорбные дни прощания с Юрием Владимировичем Андроповым вновь зримо проявилась монолитная сплоченность КПСССР, нерушимое единство партии и народа. Миллионы коммунистов и беспартины практическими делами подтверждают доверие к партии, к ее внутренней и внешней политике. Ничего выше, чем доверие народа, для нашей партии нет и не будет. Коммунистическая партия Советского Союза, ее центральный комитет, обладает опасным видением перспективы, четкой программы работы. Партия ведет советский народ к новым свершениям, научно выявленным курсом, ленинским курсом. И с этого курса мы не свернем. Это вновь подтвердил состоявшийся вчера внеочередной плену ЦК КПСССР. Мы будем и впредь поддерживать институт УМАС, тот садидатный подъем, которым охвачены ныне партии и народы. Главное сейчас руководствуюсь решениями 26-го съезда партии плену ЦК закрепить и приумножить позитивные сдвиги во всех сферах общественной жизни. Теперь, товарищи, особенно важно делать упор на конкретные дела, добиваться реальных и весомых результатов. Именно по ним партия будет оценивать и зрелость руководящих кадров, и работу трудного коллектива, и достижение республик, областей, всех отраслей народного хозяйства нашей страны. Срастный поборник мира на земле Юрий Владимирович Андропов многое сделал для укрепления международных позиций нашей страны, повышения ее обороноспособности и боевой мощи советско-вооруженных сил. Его помыслы и практические дела были сконцентрированы на том, чтобы сохранить мир, уберечь человечество от угрозы ядерной катастрофы. В нынешней крайне напряженной обстановке мы ясно заявляем, что Советский Союз будет продолжать политику мира, мира прочного и справедливого для всех народов, больших и малых. Мы подтверждаем свою готовность к переговорам, но к переговорам честным, на основе равенства и одинаковой безопасности. Угрозами нас не запугать. Оборона наша крепка, и мы с вами будем защитить все, что завоевано трудом всех советских людей. Народным социалистическим странам мы сегодня можем вновь сказать, что развитие, проверенное жизнью принципов пролетарского интернационализма остается нашим неизменным ориентиром. Советский Союз выражает солидарность с борьбой народов, вознаградившихся стран, за независимость, социальный и экономический прогресс против посягательства империализма на свободу и подлинную демократическую развитию. Товарищи, от имени нашей партии и правительства, от имени советского народа хочу выразить признательность братским партиям, трудящимся в социалистических странах, правительствам и народам других стран, всем, кто почил светлую память Юрия Владимировича Андропа. Мы твердо заверяем советский народ, наших друзей за рубежом, что Коммунистическая партия Советского Союза и впредь будет неизменно идти дорогой Ленина. В этот горестный час прощания с Юрием Владимировичем хочу высказать самое глубокое соболезнование его семье и близким. Прощай, наш дорогой друг, товарищ Юрий Владимирович. Твой светлый образ навсегда останется с нами. Субтитры создавал DimaTorzok